В чем проблема у вас? Можно узнать, пожалуйста? Вы кем являетесь? Вы вызвали призыва водителя. У человека какой-то неоплаченный штраф, и они хотят его заводить в отдел. Все, оплатили, да? Вроде да. Ну и все. Все, вот оплатим. Ведь если вкроем. После включения камеры, сотрудник полиции предложил водителю оплатить штраф на месте через приложение Сбербанк. А что, так можно было, что ли? Если я сейчас вам объясню какие-то права, они сейчас предъявят вам некоторые предыдущие. А если я сейчас с ними поговорю, они начнут угрожать вообще по поводу вашей съемки, понимаете? Считаю, что данный сотрудник ДПС проявил себя крайне негативно и достоин общественного порицания. Просто человек, просто человек, просто человек, человек, говно. Просто человек, просто человек, просто человек, человек, говно. Всем привет! Вы на канале Дорожный контроль, Вадим Серов. Это видео о том, как сотрудники ДПС морозили граждан целый час и пригрозили впаять уголовку за неоплаченный штраф. Согласен, что это полный маразм, в который трудно поверить. Наш общественный наблюдатель разрулил эту ситуацию за несколько минут и исключил любые коррупционные моменты со стороны сотрудников ДПС. Друзья, и не забывайте в процессе просмотра этого видео обязательно комментировать его, делиться своим мнением. Здравствуйте, друзья! Я являюсь общественным наблюдателем организации Дорожный контроль. 7.02.2021 года я ехал с рейда уже, возвращался домой. Это было где-то полпятого утра на улице Плехановской. Я увидел, что сотрудники ДПС стоят на аварийках и рядом с ними был припаркованный автомобиль. Я остановился, тоже подошел, поинтересовался, что же там происходит. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Какая-то непонятная ситуация. Была компания с пяти человек стояла рядом с патрульным автомобилем и были возмущены. Собственник транспортного средства подошел к мне и сказал, ну, кто вы такой, просто представьтесь, с какой целью находитесь. Я ему рассказал ситуацию, а после чего он рассказал свою историю, как они приехали с Липецка отдыхать в Воронеже. Они выпивали, после чего им нужно было ехать дальше. Они воспользовались услугами трезвый водитель, вызвали водителя, он приехал, сел за руль. И как только они начали движение, то есть выехали в заведение, там, проехав метров пятьдесятых, сразу поставил экипаж ДПС. Подойдя к автомобилю, сотрудник, ну, как обычно, попросил документы, вот, начал задать вопросы. Там, употребляли вы сегодня, вы пили, откуда едете, куда путь держите, такие вопросы. Ну, и в процессе разговора он понял, что водитель был абсолютно трезв. Вот, после чего, как бы не найдя оснований для остановки, они начали уже пробивать его на штрафы. Пробили на штрафы, и у него действительно оказался один просроченный штраф. Рассказали такую историю, то, что за этот штраф все будут доставлены в отдел на непонятное, неопределенное время. Когда увидели камеру, сразу же все общение прекращается у них с водителями, оснований для задержания у них нету. Они отдали ему документы. Давай уже распишемся, я сейчас. Лёда, распишемся, я бы тебе отдал. Мне надо, вот, оплатить. Он сейчас просто подписывается. Как же? Как он будет? Я не понимаю, вот это сейчас причинение, если просто. А как? Низу, так просто. Ну, с того, как я в штрафовке, мы все приходим. Что же он? Расписывается, аж оплатит. За штрафы его хотите? Нет, да. А можно мы оставим? Чтобы он прямо сейчас оплатил. Такие же. Да, для чего? В чем проблема у вас? Можно узнать, пожалуйста. Вы кем являетесь? Мы вызвали трезвые водители. Мы отдыхали из другого города. Приехали отдыхаем. Да, да. Мы приехали, отдыхаем из другого города. Вызвали трезвые водители. Нас забрали, приехали. Они заезжали на стоянку. Сейчас у вас какие проблемы есть? У человека есть какой-то неоплаченный штраф, и они хотят его заводить в отдел. У гражданина есть неоплаченный штраф, верно? Да. Неоплаченный штраф. А с paras состатами в отделении штрафа. Все. Фильм-фильм-фильм-фильм-фильм. После включения камеры сотрудник полиции предложил водителю оплатить штраф на месте через приложение Сбербанк. А что так можно было что ли? Что вы снимаете? Уведите пожалуйста с проезжей части. А вам это мешает как-то? Нет, это как бы нормально с вами объяснились. Ну да, с вами нормально объяснились, все хорошо. Что, что не надо? Товарищ инспектор, я вас немножко не понимаю. Что ты гонишь, мент? Мы люди честные. Уважаемый, вы меня снимаете, зачем вы людей снимаете? Если я сейчас вам объясню к ней права, то они сейчас предъявят вам некоторые предыдущие. Понимаете? Заметьте, полицейский это говорит четко и громко, специально. Я предполагаю, с целью натравить липецких ребят на нашего общественника. Какие? Какие? Почему? Зачем вы снимаете? Мы находимся в общественном месте, правильно. Это вы нахуй, вы меня можете снимать. А их не надо снимать. А почему их не надо? Потому что они не возражают, правильно? Почему? Потому что они не возражают. Потому что как бы мы сейчас с ними ведем диалог. А если я сейчас с ними поговорю, они начнут возражать вообще по поводу вашей съемки, понимаете? А этими словами сотрудник ДПС лишь подтверждает наше предположение. И фактически переходит к угрозам. Зачем вы снимаете персональные данные с телефона гражданина? Не было. Может быть вы мошенник? То, что вы нам показали, это какое-то непонятное. Ну, если вам непонятно, можете достать меня в отдел и будет серьезно. А можно ваше удостоверение, пожалуйста? Товарищ инспектор. Можно ваше удостоверение? Удостоверение можно ваше, пожалуйста? Товарищ инспектор, вы отказываетесь предоставить мне удостоверение. Отказались предоставить удостоверение. Ребята поблагодарили, ну и продолжили дальше отдыхать в Воронеже. Дорогие друзья, подписчики и просто неравнодушные граждане. Обращаюсь к вам. Если вы стали свидетелем грубого, хамского и противоправного поведения сотрудников ДПС, то фиксируйте все происходящее на телефон и видеокамеру. И присылайте нам на электронную почту v.serovsobaka.dk36.ru Вместе с вами мы сможем искоренить всю эту нечисть из органов внутренних дел. Считаю, что данный сотрудник ДПС проявил себя крайне негативно и достоин общественного порицания. Просто человек, просто человек, просто человек, человек, говно. Просто человек, просто человек, просто человек, человек, говно. Более того, считаю такое поведение со стороны сотрудника правопорядка по отношению к моим товарищам по оружию и гражданам в целом, оскорбительным для меня, как основателя и лидера общественной организации «Дорожный контроль». Хочу предупредить всех сотрудников ДПС, надеясь на ваше понимание. Если к вам подошел наш наблюдатель и интересуется происходящим, то будьте любезны отреагировать должным образом и проявить уважение. В подтверждении принадлежности к нашей организации у наших наблюдателей имеется соответствующее удостоверение. Если вам понравился сюжет, ставьте палец вверх. И если ты еще не подписался на наш канал, то сделай это прямо сейчас. И не забудь нажать на колокольчик, тогда ты точно не пропустишь наши новые сюжеты. И не забудьте подписаться на мой инстаграм. Субтитры сделал DimaTorzok